Когда началась война, Клавдии Адриановне Бушмановой было всего 19 лет. На фронт девушка пошла добровольцем. Даже в те годы, когда у военкомата выстраивались очереди, ее решение приятно удивило офицеров рекрутских пунктов. Трудно представить себе, что в 19-20 лет девчонки могли на фронте воевать. Я считаю, что очень правильно. Военкомат совершенно все организовал хорошо, молодежи достойные. Тогда еще совсем девчонка Клавдия Адриановна служила в 174-м полевом подвижном госпитале. Она на собственных плечах выносила раненых советских солдат и видела взятие Кёнигсберга. Заслуженные награды пришлось ждать много лет. Совсем скоро, 10 октября, женщина встретит свой 93-й день рождения. В бюрократической волоките пропавшие медали и ордена – дело привычное. Подобная история произошла и с Абдуллом Шрафудиновым. Никто не знал, что он награжден. Он не рассказывал. А потом, когда в сети интернет были выложены архивные документы, стали открывать свои архивы Министерства обороны, стало известно, что Шрафудинов Каюм был награжден этой наградой. Абдул Шрафудинов воевал номером орудийного расчета. Бил по немцам при войне наводкой. В памятном бою вместе с товарищами уничтожил бронетранспортер и по меньшей мере 15 нацистов. Командование отметило бойца медалью за отвагу, но награды мужчина так и не дождался. Он скончался в 1978 году. Теперь орденскую книжку получили его потомки. Мы посчитали возможным и необходимым, что вот пробраться через эти многочисленные пробки московские, приехать, чтобы воочию увидеть и услышать все, что сегодня здесь происходило. О героическом войне в семье помнят. Достойный пример вдохновляет и его потомков. Ну я играю в солдатиков. В солдатиков играешь? Да. На столике или компьютерной игры? На столике мне покупают. Самое любимое мое занятие. На награждении присутствовало и молодое поколение, десятки призывников. Наглядный пример для будущих бойцов вооруженных сил нашей страны. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.